Как правильно воспитывать детей? Сегодня рассказывали на городской научно-практической конференции. Больше сотни человек собрались в Центре повышения квалификации и педагогов. Там они решили, что проблемы в воспитании молодежи сейчас много. С чего нужно начать их решение, расскажет Елизавета Харикова. О способах воспитания патриотов сегодня говорили представители власти и духовенства, руководители молодежных общественных организаций, а также педагоги. В Кирове состоялась городская конференция на тему военно-патриотического воспитания. Такие масштабы форума обрел впервые. Организаторы уверены, причина тому – множество проблем, которые нужно срочно решать, чтобы вырастить нравственно образованное поколение. Например, необходимо поддерживать военные и молодежные клубы, вернуть профильное обучение в школы, а также воспитывать патриотов. Что значит патриот? Это сейчас говорят только человек, любящий родину. Но это не только надо ее любить, надо еще и уметь защищать. Потому что вот когда говорят сейчас, что человек не служил в армии, но он является патриотом, так это как-то звучит не совсем корректно. Когда только данный патриот, в кавычках, уклоняется, например, от службы в армии, избегает от всего, это не патриот. Тем не менее, отметили представители власти, за последние годы в этом направлении был сделан огромный шаг. Большую роль в сохранении истории сыграли поисковые отряды, а также вахты памяти, которые регулярно проходят на территории области. Сейчас растет число кадетских классов в школах. У нас уже 40 классов. Это более тысячи молодых людей, которые занимаются активно, готовят к себя не просто к защите родины, а вообще к защите своей страны. Это не то, что они там будут служить в армии или еще что-то делать. Они могут и в науке создавать то новое, что позволит дать возможность нам жить без каких-либо там помощи Запада или каких-то других там дотаций. Вот это главное. Также представители власти отметили, в этом году военно-патриотическому воспитанию молодежи будет уделено особое внимание еще и потому, что отмечается 70-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Елизавета Халикова, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича.